Здравствуйте, коллеги! Добрый вечер! Да, сегодня наконец-то ролик для начинающих или тех, кто хочет попробовать. Мы его снимаем в третий раз уже, но в этот раз мы полны решимости доснять его нормально. В общем, это рецепт, как начать варить пиво, то есть вообще понять, надо ли вам оно, понравится ли вам вообще этот процесс, результат. Хотите ли, можете ли вы этим заниматься, при этом практически ничего на это не потратите. Что вам понадобится для того, чтобы сварить ваше первое пиво? Прежде всего, это вода в бутылке. Лучше всего, вот если кто узнал, вот такую брать. Нам понадобится марля медицинская, вороночка, что-то типа либо сито, либо друшлаг, естественно, помолотый солод. Мы скажем, сколько попозже. Мешок. Либо мешок, либо точно так же это делается вот из марли. То есть вы точно так же отрезаете квадрат, насыпаете солод, завязываете и все. Нам понадобится... Это тоже не совсем обязательная процедура. Можно обходиться без мешков, но будет там... Менее удобно. Менее удобно, то есть придется постоянно перемешивать, когда вы нагреваете, чтобы он не пригорал и не было локальных перегревов. Нам, естественно, понадобятся весы и нам понадобится хмель. В каких нам все это понадобится в пропорциях? Чтобы сварить первый раз пьё попробовать, нам нужно 5 литров воды, соответственно, бутылка. В ней же мы будем избраживать дальше. Солода нам понадобится порядка 800 грамм-килограмм. Вы можете использовать обыкновенный базовый, здесь в данном случае смесь солодов, то есть это пилзнер, пшеничный и карамелька. Для первого раза я бы рекомендовал, ну, можно просто тот же сам PLL взять, он не даст такой бледный цвет, как пилзнер, и из него можно просто 100% засыпь сварить пиво. Вы можете купить эту штуку в Мирбир, сразу там же её этот килограмм помолоть, чтобы не заморачиваться дома. Ну, либо дома помолоть, банально, чтобы не покупать мельничку на первый раз, обычной советской мясорубкой. Требует определенных усилий, но килограмм, я думаю, любую из нас засилит. Да. Нам нужно хмеля, в данном случае это Трискель, но я бы рекомендовал взять Бабек или Жатецкий для первого раза. Два грамма на литр, я думаю, где-то подойдет, да? То есть в районе 10 грамм. Ну, меньше полтинника вы вряд ли купите, но он, в принципе, у вас останется. Вам, естественно, понадобятся дрожжи. Наши дрожжи в холодильнике сейчас в данный момент лежат, показывать их смысла нет. Вы можете начать с Т-58, с ЮС-05, может быть, М-27, те же самые, как более шустрые какие-то, такие более устойчивые. Да, это верховые. Если низовые, то это 34 на 70, как бы вот единственный вариант для начинающего в данный момент, это 34 на 70, со всем остальным нужно уже работать немножечко подготовлено. И что же нам, собственно, надо сделать? Нам нужно сыпать весь солод в мешок, вылить и нагреть нашу воду до 65 градусов. Да, нам понадобится еще термометр. Вот. Собственно, наливаем нашу воду. В данный момент она 32 градуса. И ждем, пока она нагреется до 65 градусов. Вода нагрелась до 65 градусов. Теперь мы начинаем затирание. Соответственно, мы опускаем воду, которая 65 градусов. Она у нас падает где-то градуса на 2. И мы ждем, просто закутываем в полотенце, ждем, пока она пустится до 52 градусов. То есть, делается это просто. Если у вас мешок, вы просто берете мешок и медленно, аккуратненько опускаете ваше сусло. Будущее сусло. Если нет мешка, просто высыпаете. И тут главное тщательно размешать, чтобы оно не слиплось просто какими-то комками, которые внутри могут остаться банально сухими. И не забываем помешивать все у вас то, что находится в импровизированном заторном баке. То есть, таким образом вы начали процесс затирания. Выкутываете все тем, что у вас есть. То есть, полотенцем, бушлатом, неважно, чтобы держало температуру. Можно и батареи поставить. Можно. Убираете прямой нагрев и просто ждете, пока она у вас опустится до 52 градусов. Зачем нам это нужно? Если не залазить в дебри, то нам нужно, в общем-то, 3 паузы. Это 65, это 52, это 72 градуса. То есть, у нас нужно, чтобы у нас отработало белковые ферменты для того, чтобы у дрожжей был аминный азот, который они используют для размножения и построения своих клеточных структур. Это источник углерода, то есть, это мальтоза в данном случае, или глюкоза, то есть, сахара, который они будут использовать как источник энергии. И это, соответственно, 72 паузы, где у нас отработает альфа-амилаза, которая просто дорежет крахмал, чтобы у нас, собственно, этого крахмала не было. Наш затор к данному времени прошло порядка часа, и он опустился до 52 градусов. И что мы с ним будем делать теперь? И просто переставляем его прямым нагревом, точно так же укутанным, на уже работающую комфорту. Ну, укутанность это не обязательно, это опционально просто, чтобы как-то быстрее грелось. Да. И наша задача сейчас нагреть его до 72 градусов, подержать там буквально 10-15 минут на 72, вообще немного, недолго. И после чего вы можете делать йодную пробу, можете не делать йодную пробу, мы йодную пробу не делаем. Мы ленивые. Мы ленивые, мы пробуем сладко, мы смотрим, что нету мути крахмальной такой вот прям очевидной, и ставим это всё дело на варку. То есть, соответственно, что мы сделаем сейчас? Мы ждём 72 градусов. Ждём 10 минут. Ждём 10 минут, и просто мешок изымаем, и как мы промываем, мы вам покажем. Да. Постояла она у нас, в общем-то, 72 градуса, где-то 10 минут она постояла. И сейчас наша задача просто изъять этот замечательный мешок из нашего сусла. То есть, вот она, вот она прелесть и удовольствие работы в мешках. Если у вас есть вот такие вот перчатки, вам это будет значительно делать удобнее. Говорю вам по своему опыту. И помимо того, что нам нужно её просто изъять оттуда, нам её нужно промыть. Ну, если вам необходимо выжимать, то вы можете выжать. Многие это делать не рекомендуют. Вот, если вы всё-таки будете выжимать, то такие вот силиконовые перчатки послужат вам верой и правдой. И сейчас нам надо промыть. То есть, у вас килограмм солда, промывайте, соответственно, литром воды. Вот, и, соответственно, ну, мешок не одноразовый, но я на камеру вам показывать не буду, как я его выпотрашиваю от солда. Соответственно, убираем. И следующим шагом нашей развлекательной программы это сусло будет сварить и охмелить. К чему мы и приступим. Просто ставим его на конфорку, вы не поверите, и ждём закипания. Ну что ж, коллеги, наше сусло уже закипело, мы его профильтровали, сейчас оно кипит. И теперь ваша задача и наша задача его охмелить. Если вы варите это пиво первый раз и не хотите повторять наш, вот, конкретно этот рецепт, то вам нужно сделать очень-очень просто. Два грамма на литр вашего любимого хмеля. Я советую житецкий попробовать первым делом. Добавляйте третями. Первую треть за час до конца варки, вторую треть за 15 минут, и последнюю где-то за 5-4 минуты. Чем ближе к концу, на самом деле, тем лучше. У нас здесь вот хмеля, приблизительно вот так выглядят 3-3,5 грамма хмеля, если у вас нету точных весов. Это где-то чайная ложка с горкой, полторы чайной ложки. Да, думаю, где-то так. И, вы не поверите, нам её нужно просто высыпать туда. Кипящая сусло. После этого оно будет вариться ещё в общей сложности час и до следующей трети 45 минут. Но мы сделаем небольшую ересь. Думаете, зачем я здесь вот в кадре, в этом ролике? Для того, чтобы испортить это пиво. Да. Вот в данной ступке у нас бадьян и где-то пару чайных ложек сичанского перца. И немножечко розового. Немножечко розового. Мы это всё дело засыплем за 15 минут до конца варки. И у нас получится чанский ель, по-большому счёту. Я не знаю, что получится. И сброженный, сброженный баварский вид ест. Ну, типа баварскими витовыми дрожжами от самого Вайта. Обалдеть. Обалдеть. А увидимся с вами на моменте, когда мы будем это всё охлаждать. Ну, что? Ну, наше пиво, наш сычанский эль прокипел, вот сколько ему положено. И теперь мы эту кастрюльку охладим. Так как у нас объём маленький, чиллеры в эту кастрюльку не влезут, поэтому мы набрали большой жбан воды холодной. И вот, сделаем просто вот так. Вы можете заменить этот жбан воды холодной элементарной ванной. И всё. И вот оно в таком виде постоит. Да, помешайте, его чуть-чуть охладите до 65 градусов, то есть не ниже 65 градусов, и перелейте непосредственно в вашу бродильную ёмкость. То есть, она 65-70, вот конкретно это она держит. И потом её можно просто закрутить и целиком бросить в ту же холодную ванну или ещё что-то до полного охлаждения, собственно, необходимого нам. Фильтровать, не фильтровать? Ну, в данном случае, когда вы занимаетесь, ну, варите свои самые-самые-самые первое пиво, я думаю, что, ну, не то чтобы излишне, но если у вас там нет большой воронки удобной, и нет возможности как-то, так сказать, стрелить фильтр, то вы можете, в общем-то, не сильно заморачиваться, оно у вас всё равно осядет. То есть, весь этот белок. После охлаждения вы вносите вот прям сюда небольшое количество дрожжей, там, ну, буквально, ну, щепотку, грубо говоря. То есть, не руками это делать, да, а просто по количеству. Чистой ложечкой, там, щепоточку или просто из пакетика рассыпать чуть-чуть. И приоткрыть крышку, прям совсем чуть-чуть приоткрыть крышку, чтобы выходил углекислый газ. Либо вы можете сделать небольшую дырку, вставить туда шланг или гидрозатвор, соорудить как хотите. В общем-то, на этом и всё, пожалуй. Вы, я думаю, все справитесь с переливом, вам не нужно показывать, как это делается. И после того, как оно, собственно, сбродило, вы разливаете это по готовым подбутылкам, добавляете сюда небольшое количество сусла, как мы, вот, например. Как мы отобрали заранее. Да, то есть, одна десятая. Эту бутылку надо заморозить, перед тем, как добавлять уже в подбутылки, её прокипятить повторно. Да, и потом, собственно, аккуратненько её разлить. То есть, ну, вот этого. По 10% от объёма пива. И оставить карбонизироваться в покое при температуре основного брожения где-то на неделечку. Потом в холодильник, пару дней она постояла, и это замечательно. В дрожжах, то это раньше обычно карбонизируется дня три-четыре. Как надуется, как надуется. В общем, мы надеемся, этот материал был полезен. Счастливо! Субтитры сделал DimaTorzok